Привет, друзья! Меня зовут Наталья Смирнова, я ваш персональный финансовый советник. И сегодня мы поговорим про оптимизацию налогообложений и инвестиций в иностранной валюте. Звучит сложно, чтобы было попроще, я расскажу вам случай из практики. Недавно звонит мне мой знакомый и говорит, слушай, ну ты финансист, финконсультант, а я вот и без твоей помощи легко заработал 5 годовых в долларах, ну а чего, нормально, мне больше и не надо. Ну, я человек вежливый, говорю, да, молодец, здорово, расскажи. И он говорит, вот я купил еврооблигации на 800 тысяч долларов тогда-то, тогда-то, но потом, сейчас вот недавно продал, и у меня вот в среднем 5 годовых за весь этот период, и нормально, а ты тут там то, сё, пятое, десятое. Я говорю, погоди, а ты эту облигацию покупал, а доллар был каким? Он мне говорит, а какая разница? Я говорю, ты, какой был курс доллара? Ну, я сейчас посмотрю, скажи мне дату. Он называет дату, я вижу, что доллар был 36 рублей. Я спрашиваю, когда ты продал эту облигацию? Он говорит, ну, тогда-то. Я говорю, так, доллар был 66 рублей. Сколько у было? Он говорит, 800 тысяч долларов. Я говорю, так, значит, 800 тысяч умножаем на 30 рублей. Ну, это прирост доллара с 36 за 66. И умножаем это на 13 процентов. Ты должен 3 миллиона, ну, там, чуть больше. Такое молчание в трубку. Кому должен? Я говорю, ну, хочешь мне, но это ничего не решит. Вообще нашему государству. За что? У меня же 5 процентов всего доходность. Откуда? Я ровно по той цене, по которой я купил, по той же и продал. Ничего не поменялось. Откуда 3 миллиона? Что случилось? Грабёж. Я говорю, это не грабёж, это налогозаконодательство Российской Федерации. К сожалению, если ты инвестируешь в иностранной валюте, то ты считаешь налог в соответствии с курсовой разницей. То есть ты читаешь налог следующим образом. Курс рубля к доллару в момент покупки, курс рубля к доллару в момент продажи. Одно из другого читаешь. И вот с разницей 13 процентов. Он, ну, я же это всё на российском рынке держал. Я говорю, сколько ты держал? Ты не додержал немножечко до трёх лет. Извини, никакие вычеты тебе не положены. Так что, да, ты молодец, но 3 миллиона, извини, тебе придётся заплатить. И у него печаль. Короче, человек ушёл в депрессию от налогового законодательства. Но если бы он это знал, я думаю, что если бы он чуть-чуть отодвинул момент продажи, могло бы быть, ну, серьёзно получше. Как? Давайте разбираться, как можно сэкономить на налогах. Если вы инвестируете в иностранной валюте, то вы можете избежать или минимизировать налог на курсовую разницу. В основном, ну, тремя основными способами. Сразу скажу, что все эти три способы доступны только на российском рынке. То есть только если вы что-то в иностранной валюте покупаете на российском финансовом рынке, это применяется. Если на зарубежных рынках нет, это не применяется. Первый вариант – это перенос убытков прошлых лет на привык текущего года. Вы можете перенести убытки, начиная с 2010 года, которые у вас образовались, на прибыль текущего года. И за счёт этого, соответственно, снизить ту прибыль, с которой вы будете платить налог. И здесь, соответственно, сюда же может включаться прибыль из-за курсовой разницы. Но нужно проконсультироваться с брокером, что с чем можно сальдировать, чтобы у вас убытки можно было действительно наложить на ту прибыль, которую вы получили. Второй момент – это инвестиционный налоговый вычет в связи с инвестициями в бумаги, которые вы купили на российском рынке, в которых вы сидели три года и более. Но их нужно покупать не раньше, чем 1 января 2014 года. Вот если вы какие-то ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте, купили на нашем рынке, сидите в них безвылазно три года и дольше, и потом продаёте, то у вас есть право на инвестиционный налоговый вычет до 9 миллионов рублей, далее до 3 миллионов за каждый дополнительный год владения, свыше трёх. Ну, условно, купили вы какие-то бумаги за в рублях миллион рублей, просидели в них три года, продали за 10 миллионов, вот у вас прибыль 9 миллионов, вот у вас вычет 9 миллионов и у вас налог не возникает. Налог на курсовую разницу здесь тоже этим вычетом может покрываться. Но, пожалуйста, помните, что это только российский рынок. И третий, самый-самый-самый-самый-самый известный и популярный способ оптимизации налогообложения, который состоит из трёх букв, но, естественно, приличных, это ИИС типа А и типа Б. Но сегодня, вопреки тому, что тип А у нас гораздо более популярен, сегодня я хочу немножечко поговорить про тип Б. ИИС типа Б освобождает вас от налогообложения на выходе, если вы из ИИСа не вытаскивали деньги 3 года, ну и более. Соответственно, если вы хотите покупать какие-то инструменты в иностранной валюте на российском рынке, и вы готовы 3 года эти деньги не выдергивать, я призываю использовать ИИС типа Б. Почему? Вы открываете ИИС типа Б, вы закидываете туда рубли. Мало того, что вы меняете рубли на валюту по биржевому курсу, который гораздо интереснее, чем в обменниках и так далее, вы покупаете валютные инструменты, вы можете активно ими торговать внутри этого ИИСа, если хотите. И потом, когда проходит 3 года, и вы можете при желании закрыть ИИС, вы освобождаетесь от налога на курсовую разницу, каким бы он ни был, даже если доллар будет, ну не знаю, 300, я утрирую. Поэтому это хороший вариант, но помните про ограничение в год на ИИС на одного человека можно инвестировать не более чем 1 миллион рублей. Но с другой стороны, если у вас большая семья, то можно, скажем так, минимизировать налоги на курсовую разницу путем того, чтобы открыть ИИС на себя, на жену, на родителей, на братьев, сватьев и так далее. И можно так и 10 миллионов и более вывести из-под налогообложения. Но при желании, если очень большая семья у вас есть. Так что пользуйтесь этими тремя способами, чтобы не получилось так, что в долларах вы заработали. Но из-за курсовой разницы у вас получается очень-очень неприятная история. И помимо этих трех возможных вариантов оптимизации, естественно, нужно помнить про те инструменты, которые, в общем-то, к этой курсовой разнице уже не применяются. С 2019 года суверенные еврооблигации Российской Федерации, они не подлежат курсовой разнице. Поэтому вы можете их купить и через обычный брокерский счет, и знать, что даже если доллар будет где-то там, или евро, или неважно что, то никакого налогооблигации курсовой разницы по ним уже не будет. Поэтому три способа оптимизации, плюс еще бонус-трек под названием «Наши российские еврооблигации вам в помощь». Ну а если вам интересно узнать, как можно оптимизировать налоги, в том числе по курсовой разнице, на зарубежных рынках, напишите мне об этом в комментариях. Ну и также любые другие вопросы и ваши хотелки я непременно сниму на это в следующие ролики. Ну а пока я желаю вам удачных инвестиций и помните про налоги, они реально могут все испортить.